Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики канала Пластинка ТВ. Сегодня мы с вами начнём проходить новую игру. Игра эта называется The Room. Комната, то бишь, в переводе с английского. Мне её посоветовала одна подписчица моего канала, за что ей отдельное спасибо. Давайте я вам покажу, как обычно традиционно, в самом начале игры настройки. Это игра от студии Fireproof Games. Вышла она в 2014 году на PC. А впервые она, насколько я помню, появилась на планшетах, на iPad'ах даже, я бы так сказал, в 2012. То есть, видите, на PC спустя два года аж выпустили эту игру. Всё в 3D выполнено, поэтому графика нам важна. Видите, настройки все у меня стоят высокие. Громкость, видимо, максимальная тоже. Ну и я оставил для себя включённые подсказочки. Мне кажется, что они мне пригодятся. Если вы ещё не знаете, что нас ждёт, то... Поверьте, ребят, будет интересно. И без подсказок, возможно, действительно, будет не так-то просто справиться. Давайте начнём новую игру. И ещё я вам скажу, что в сегодняшнем видео будет важное объявление. Важное объявление. Так что обязательно следите, не пропустите его. Да, собственно, всё. Мы в игре. Ну, перед нами для начала обучения. Нам расскажут, как управлять, как вообще взаимодействовать с игрой и с предметами в ней. Это классический квест-пазл. Ни разу не играл в подобные игры, честно признаюсь. Даже, я бы сказал, обходил их немножко стороной, поскольку мне всегда были интересны всё-таки квесты с сюжетом. Но тут вот мне настоятельно рекомендовали пройти именно эту игру. Говорили, что она очень красивая. Но я вижу, да, что с графикой тут действительно поработали на славу. Освещение. Дымок такой. Ну, на статичных предметах это всё не так сложно сделать. Но выглядит неплохо. Так, вот нам подсказывают, что нужно кликнуть дважды на конверт сверху. Так. И вот так вот надо вытягивать бумажечки с конвертика. Да-да-да. Современный геймплей. И инвентарь у нас тут есть, смотрите. Прямо всё как в настоящем квесте. Так, небольшой ключ с изображением животного. Далее нам говорят, что нужно повернуть крышку. Ну, очевидно, вот нужно сопоставить вот это вот с замочной скважиной, после чего можно применить ключик. Ну, пока, пока всё просто. Ладно, пока вроде не сложно. Достаточно всё понятно и очевидно. Даже для меня. Так что это вселяет оптимизм. Накорми меня, и я выживу. Напои меня, и я умру. Ммм, это загадочка, загадочка. Ну, конечно. Необычный окуляр. Найден предмет. Окей, он, кстати, почему-то добавился у нас не в инвентаре, а куда-то вправо. Что это такое? Ага, 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 ага. В него можно смотреть и разглядывать что-то. А нам пока это не нужно. Давайте снимем с нашего глаза этот окуляр. Потому что он нам как-то ничем не помогает. Решение должно быть где-то здесь. Где-то здесь, в смысле, вот в этой локации с этим предметом. С этой, я не знаю, шкатулкой какой-то, что ли. Или что? Или что, друзья? Хм, прожектор стоит. Как будто здесь сейчас будут снимать какой-нибудь фильм, какое-нибудь кино. Сейчас придут какие-нибудь, знаете, воры и будут пытаться вскрыть этот сейф, потому что в нем лежит завещание какой-нибудь умершей старушки, которая должна была завещать кому-нибудь старое поместье или миллион фунтов, или еще что-нибудь такое. А где отгадка? Где отгадка? Мне надо ее куда-то ввести или что, или что, или как? Так, старые пыльные книги. Мне здесь не помощники. Ну, лады. Что, где мне отгадку-то вводить? Или мне надо через окуляр посмотреть на записку с загадкой, или что, или как? Сейчас. Сейчас, ребят, сообразим. Без линзы. Это просто обычный окудар. Так. Подсказки нет? Может быть, тут есть символ соответствующей загадки. Так. Символ смотрим, друзья. Символ ищем. Так, ну вот здесь вот какие-то изображения есть. Я сейчас осмотрю сначала остальные стороны. Не, ну здесь просто какой-то орнамент и узорчики какие-то. На ножках. Тоже какие-то треугольники просто нарисованы. Не очевидно, я вам так скажу. Может быть, нам нужно вот эту крышку рассматривать в окуляр. И искать нужный символ. Погодите, без линзы это просто бесполезная штука. А линза-то где? Линза, линза, линза. Линза есть? Не, линза нет. Ну все, ребят, это надолго. Готовьтесь. Готовьтесь к тому, что следующие коробочки мы будем скрывать еще дольше. Раз уж я на обучении, начинаю так залипать. Так, ну все-таки непонятно. Символ. Ищите, где изображен символ соответствующей загадки. Честно говоря, не вижу вообще никаких, в принципе, явных символов на шкатулке. А, вот, погодите, можно кликнуть. Кликнуть можно. Так, можно покрутить камеру туда-сюда. Так, интересно. Здесь никуда не кликается. Не, никуда не кликается. Но я понимаю, что, скорее всего, отгадка на то, что написано вот в этой замечательной записке, это что-то типа... Накорми меня, и я выживу, напои меня, и я умру. Это что-то типа костра, или, не знаю, там, огня. Ну, что-то такое должно быть. Ну, загадка-то такая, достаточно простая. А, еще раз. Не наверху, может быть, немного ниже. Я вот немного ниже уже обыскался, честно говоря. Дохликался я, перескочил на письмо опять. А, погодите, а на письме у нас нет изображения огня? На печати, может быть, нет? Вы пришли. Я знал, что любопытство не оставит вас в покое. Прошу прощения за беспорядок. Моя экономка покинула меня, как и весь остальной мир. Ответы, которые вы ищете, находятся внутри этого ящика. А также кое-что еще. Что-то, что, по их словам, никогда не будет построено. Оно единственное и неповторимое. И это ключ к необъятной силе. Этот сейф был создан таким образом, чтобы уберечь свое содержимое от недостойных умов. Я глубоко верю в вашу способность раскрыть все его тайны. Вы всегда были очень умны. Спасибо, мне очень приятно. Я окажу вам честь, передав этот ключ в качестве прощального подарка. Держите этот окуляр всегда при себе. Без него вы будете слепы, как и все остальные. Ставки выше, чем вы можете себе представить. Что ж, очень изысканный слог, очень интригующее письмо. Просто прекрасно. Но что-то непонятно. Думаю, я видел символ огонь на одной из ножек. Серьезно, все-таки я был прав, что-то на ножки смотреть. А-а-а, слушайте. Я увидел, да, что вот там огонь на той крайней ножке, а здесь что? Слушайте, нет, ну это... Не, ну, ребята, это как-то странно, потому что, ну... Я вот эту надпись вообще прочитать, ну, с трудом прям могу, что вот здесь вот огонь написано. Потому что она такая мелкая, но и в таком масштабе она никак нам не помогает ни в чем. Ну ладно, вот огонь. Дерево его подпитывает, а вода тушит. Полагаю, мне надо сюда нажать. Хорошо. Еще один ключик. Класс, класс, класс. Старый необычный ключ. Куда его надо совать? А-а-а, это знакомая система по черному зеркалу уже. Да, доставила мне неприятности эта штука при прохождении черного зеркала. Вот и тут она меня не отпускает. Эх, эх, эх. Я, кстати, что-то особо замочных скважин-то нигде не видел. Может, они где-нибудь скрыты вот здесь вот за этими шторками точно. Так, давайте посмотрим на ключ. Так, его можно как-то покрутить? Нет. Неправильная форма. Ну, давайте перебирать варианты. Получилось. Хоба. Тут какие-то кольца. Что с ними делать-то? Ой, я подсказку пропустил. Сейчас, еще раз. Кажется, они вращаются, но нет никаких пометок, указывающих на правильное положение. Нужно поискать в другом месте. Ну, при мне всегда есть мой любимый безотказный метод. Метод научного тыка, друзья. Я думаю, что все вы с ним также знакомы. А я большой любитель применять его тогда, когда нет никаких меток. Нет, ну, возможно, сколько здесь кругов? Раз, два, три, четыре. А, нет. Я думал, что просто, возможно, вот эти вот цветочки желтые на что-то намекают. Тут где-то спрятана замочная скважина. А, еще одна. Ну, вот здесь вот, наверное. Нет, да. Совершенно верно. Ну, тут нам нужно другую форму ключа установить. Найден предмет. Металлическая пластина с витиеватой гравировкой. Похоже, ее можно использовать в качестве гаечного ключа. Да, неплохой такой стильный ключик. Мне бы для велосипеда такой. Это все, это выступ, на котором этот ключик висел. Так, лады. А, может быть, тут еще где какая скважина есть спрятанная? Нет? Нет, нет, нет. Фирма Талисман. 1807 год. Заказывайте сейфы для аристократов. Ну, я сразу узнал почерк аристократического письма, когда мне передавали ключ. Обеспечит защиту от воров и пожаров. Ну, а от пожаров-то, как интересно, защитит. На вид-то деревянный вроде. А дерево прекрасно горит. Или он как бы металлический, с деревянной отделкой снаружи. Ну, такой вариант, кстати, возможен, мне кажется. Так, что мы этим ключом можем повернуть, вот вопрос. Чтобы что-то открутить. Ну, логично, логично, дружище, в принципе. У меня вопрос только что. Может, какой-нибудь из этих цветочков можно открутить? Нет. Погодите, вот эта вот штука не крутится случаем? О! Смотрите-ка. А вот и линза для окуляра. Шикарно. Всё, она, похоже, автоматически добавилась. Так. Ну, тут начались какие-то сатанинские круги и символы. Ну, что такое? Почему, почему нельзя обойтись без мистики? В такой, казалось бы, простой игре с пазлами. Казалось бы, хочется просто открыть сейф. А тут вон какие-то опять круги, драконы, таинственные синглы. Ещё что-то началось такое непонятное. Тикс. А, мне, наверное, с помощью окуляра надо понять, как выставить вот эти вот круги снаружи. Правильно? Вот эти вот жёлтые. Мне, наверное, надо какой-то рисунок собрать с их помощью или ещё что-нибудь такое. Но, честно говоря, пока не очень ясно. Я могу их покрутить? Да, крутится. Вполне себе. Чё-нибудь такое, не? А, наверное, центрально ещё надо покрутить, не? Сейчас, 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 ребят. Сейчас сообразим. Так. Не, ну вот так вот, всё правильно. А вот этот центрально не крутится, нет? Так-то на вид вроде законченный рисунок. Не, ну я могу его как-то... По-другому изобразить, наверное, вот так вот. О, получилось. Неужели мы его вскрыли, ребят? Ненька отодвигаем мышкой дверцу. Хоба! Ну нет. Это, конечно же, только начало. Так-так, давайте рассмотрим это поближе. Ну что ж. А, я думал, нам сейчас предстоит и это тоже открывать. Глава пройдена. Достойные успехи. Но вы же не думаете, что уже доказали свою исключительность? Да, чтобы доказать свою исключительность, нужно пройти эту игру до конца. Да, чем мы с вами, ребят, займёмся в ближайшее время. Конечно же, продолжаем. А, тут новая шкатулка уже. Я-то надеялся, что мы ту будем доскрывать. Эти три замка отделяют меня от содержимого ящика. А, или это один из ящиков, который был внутри. Извините, ребят, я что-то... Задумался обо всех этих загадочках, ключиках и всём остальном. Что не успел запомнить даже, что там внутри-то стояло. Так, эти три замка отделяют меня от содержимого ящика. Пум-прум-пум-пум. Так, сейчас. Отдалиться я могу от него. Да, я могу крутить его вокруг. Ух, ничего себе тут каких-то кнопок. Дверок. Какое-то безумное количество просто. Я думаю, что я эти замки пока не могу открыть ещё. Закрыт наглухо. Должен быть другой способ открыть его. С чего начать? Четыре пронумерованных колеса в квадрате выглядят интересно. Четыре пронумерованных колеса в квадрате. Это вот это, что ли? Колесо. Ну, тут замочная скважина. Погодите. Во! Вот это, наверное. Чё я тут должен выставить? А, вот тут чё-то... Чё-то есть. Смотрите. Семь цифра. Пять цифр, вижу. Семь, пять. Так, а сверху чё? Два. А вот у меня, наверное, получается, да? Таким вот образом. Пять, два, семь. А снизу? Ну, вот шесть получается. Шесть, да, похоже. Интересно, какой эффект. С этими цифрами. Непонятно, как это вообще, этого эффекта добились. Как будто мы через 3D очки смотрим, ребят. Итак, пять, два, семь, шесть. Пробуем ввести. Опять. Два. Сейчас вот двоечка. Семёрочка. Шестёрочка. Хм, даже получилось. Тумблер. Выдвинул нам ещё какую-то более безумную штукенцию. Фуф. Ха-ха. Так, чё-то можно чё-нибудь открыть, открутить, не? Непонятно вообще. Чё это такое всё? Какой-то пахнет горелым. Какой-то электрический разряд. Пальцы сюда сувать я вам не рекомендую, ребят. Думаю, долбанён будет здоров. Здесь, наверное, должен быть какой-нибудь фитиль. Чтобы загорелась горелка. Эта горелка что-нибудь активирует. А фитиль, наверное, надо добыть в каком-нибудь другом месте, открыв ещё какую-нибудь хрень. Какую-нибудь такую хрень. Круглая выемка. Похоже, что она связана с внутренним механизмом. Пластина с изображением шестерёнки. Похоже, не двигается. У меня до сих пор нет деталей для машины. Мне надо продолжить поиски. Да, продолжаем мы поиски, дружище. У меня вот выдвинулась какая-то такая... А, штука. Вот записочка. Сейчас, погодите, ребят. Сама внимательность я сегодня. Читаем. 11 февраля. Мои поиски продолжаются ни шатка, ни валка. С помощью этих примитивных инструментов я едва ли смогу прочитать что-нибудь. Но там что-то есть. Между землёй и огнём. Между водой и чего? Воздухом, видимо. Я не способен видеть его напрямую, но вижу его присутствие. Подобно тени нематериального объекта, передающей его вид и форму. Это последний элемент. Ноль. Он придаёт смысл всему остальному, так же, как и все числа мира, не имеют смысла без ноля. Орден. Полные дураки, ослеплённые своим колдовством и жадностью. Алхимия. Это не поиск чистого золота. Это поиск нулевого элемента. Так, ну тут какие-то очень глубокомысленные высказывания насчёт смысла бытия и на тему того, что всем заправляет ноль. Ноль всему голова. Но это не объясняет того, что нам с этим делать. Каких-то полезных символов здесь нет на нём. Ну, очевидно, что нам всё-таки сюда нужно что-то вставить, ребят. Этого чего-то у нас нет. Значит, это что-то мы должны где-то добыть с другой стороны этой шкатулки. Я всё-таки буду пользоваться загадками выше меня, извините. Возможно, с помощью моего окуляра можно чего, что-то разглядеть. Ну, давайте смотреть через окуляр. Так, вот здесь вот следы пальцев я вижу. И, собственно говоря, всё. Больше ничего. Но, возможно, эта панелька сдвигается. Ну-ка, приблизимся. Шикарно. Древняя книга в кожаном переплёте. Обложка смотрится богато. Чем нам книга только поможет? Нам фитилёк нужен, очевидно. Хотя, возможно, книга укладывается вот на эту подставку. Не знаю. Как вариант. Нет. Ну, конечно, глупая идея. Согласен. Согласен. А, что же делать? Может, книгу можно сжечь? Нет. Рукописи не горят. Крутим, вертим. А, вот здесь, по-моему, ещё какие-то следы пальцев нет? Вот это вот. Или это... А, нет, это винты просто. Ничего не... А, вот, смотрите. А, вот, смотрите. Вот тут какие-то шестерёночки. Похоже на заводной механизм, но здесь нужен какой-то ключ. Какой-то ключ... Какой-то ключ. Ох... Какой-то ключ. Где же мне его взять? Этот какой-то ключ, дружище. Шестерёнка никакой сюда нельзя вставить, а? Чтобы открыть вот эту дверцу. Ну, такое, да, вообще, медитативное занятие. Но прикольно-прикольно пока. Мне нравится. Несмотря на то, что я что-то не очень отдупляю, что мне нужно сделать. А, вот, спасительные подсказочки. Я должен осмотреть книгу более пристально. Я думал, что нам книгу не дадут читать. А, я забыл, что тут предметы вот так вот отдельно можно рассматривать-то. Точно, точно, точно. Давайте на неё взглянем. Чё-то откручивается вообще. Мне кажется, что вот эти вот штуки... Чё-то нам могут дать. Например, разблокировать замок. Точно. Вот, и внутри вон ключик лежит. Тут опять та же самая записка про ни шатка, ни валки поиски, которую я прочёл. Поэтому это нас не интересует. А вот ключик... Очень даже. Всё. Всё. Давайте попробуем завести... Эту шайтан-машину. Вжух. Ага. Что-то закрутилось. Может быть... Что-то здесь отодвинется куда-нибудь. Не-не-не. Может, вот это вот окошечко откроется, не? Не, не открывается. Ну, может быть, теперь... Скрас работает. И снова нет, друзья. И снова нет. Хм. Что-то я опять исчерпал идеи. Ну, вот такое. В этой игре постоянный кризис идей, вроде. Думаешь, что... А, сейчас я тут поверну ключик, и всё заработает. А нет, надо ещё найти парочку шестерёнок, каких-нибудь парочку фитерей, установить ещё какую-нибудь хрень вот сюда. И только тогда... Мы перейдём к следующей загадке. Это устройство выглядит неполно. Спасибо, капитан Очевидность. Знать бы, что ещё сюда положить. Не, вот такие подсказки мне не нравятся. Устройство выглядит неполно. А что я могу сделать-то с ним, с этим устройством? Куда я? Куда я возьму его полноту? Непонятно. Так, на виду вроде никаких больше потайных секций тут нет. Что странно. На мой взгляд. Нужно искать что-то нелогичное или нестандартное. Ну, спасибо, друзья. Просто вот. Можно третью сразу подсказку, а? Которая мне скажет, что искать. Ну-ка. Это какие-то символы. Но это мне, очевидно, наверное, дальше где-нибудь понадобится. Углубление в форме звезды. Звезды у меня, чтобы вставить сюда, пока нет. Увы. Так что это мне пока недоступно. Хм, что же это? Что же это может быть? Вот на самом деле, вот в таких вот каких-то затупых и завесонах, казалось бы, периодически раздражающих, и заключается вся прелесть квеста, ребят. Потому что вы вот так вот играете, играете, тупите, тупите, а потом, спустя долгие минуты там, или часы мучения, вы наконец-то находите эту заветную отгадку, этот заветный ключик или еще что-нибудь. И просто вот кайф. Просто чистый кайф. Вот, совет 3 из 3. Почему только одна из направляющих шкафа имеет медное кольцо? Так, погодите. Вот кольцо. Подождите. А, слушайте, вот эта штука, ну да, она такая ребристая, как эта ручка управления от какого-нибудь механизма, которую прямо хочется покрутить. Слушайте, да. Вообще, вот это вот запрятали. Да, вот это прям не догадаешься. Так, с первого раза-то, а? Найден предмет. Выглядит как миниатюрный телескоп. Видимо, именно эта штука устанавливается вот на эти вот подставки. И я так думаю. Да, нет. Может, его надо осмотреть, погодите. Да, тут тоже что-то крутится, ребят. Ух, вот. Его надо раскрыть. Такой прям вон телевичок, да? Так. Ничего не увижу, пока не заставлю это устройство работать. Ну, на этом-то наши мучения, точнее, мои мучения не кончились. По-прежнему нужно что-то ещё найти. Вот фитилёк, например, про который я не перестаю повторять. И не перестаю удивляться тому, где же он может быть спрятан. Я уже песенки напеваю, видите? Чтоб как-то повеселее было в ожидании нового спасительного знака вопроса. Мне нужны больше деталей. Так, дружище. Хорош уже советы капитана очевидности давать. Может, тут опять надо что-нибудь покрутить, где-нибудь открутить. Может, тут какой-нибудь из этих скворечников открывается. Ну, они выглядят так, да. Может, я могу вот этот сейф скрыть? Не, не могу, тут ключ нужен. Может, это какая-нибудь ножка опять активная. Не, ну это сейф. Ясное дело, не двигается. Так, совет 2 из 3. Мне нужно поискать недостающую часть. Да, хорошо, спасибо. Я понимаю, что если механизм не застает частей, то мне их нужно поискать. Не очень понимаю просто где. Вот, ребят, да, слушайте, вообще сложно так. Так, непонятно. Не очевидно. Ладно, пока мы ждем подсказочку. Давайте я сделаю обещанный анонс, про который я сказал в начале видео, важный. Дело в том, что в конце прохождения черного зеркала, по-моему, в последнем видео, я говорил о том, что я хотел бы разыграть игры на канале среди моих подписчиков. И, действительно, розыгрыш будет. Но, друзья, поскольку основной контент на моем канале сейчас это квесты, видео по различным квестам и адвенчурам, поэтому, чтобы выиграть подарки, я для вас подготовлю настоящий интерактивный квест, который будет длиться на протяжении некоторого количества ближайших видео. Так что будьте внимательны. Это будет еще не в этой игре, но вот при прохождении следующей это начнется. Сейчас я тут все продумаю, отработаю. У меня есть замечательная помощница, которая мне в этом поможет. И, друзья, это будет действительно интересно. Придется немножко подумать. Немножко даже, мне кажется, местами помучатся так же, как я сейчас мучаюсь с отгадыванием секрета этой шкатулки. Но в конце первые три человека, которые правильно ответят, правильно поймут суть загадок, которые будут вам предложены, получат действительно хорошие призы в стиме. Так что, друзья, следите за обновлениями в группе и за обновлениями на канале, чтобы не пропустить и поучаствовать в этом интересном событии. Ну а тем временем, пока я тут все это анонсирую и болтаю с вами, третья подсказочка подъехала. Один из шкафов отличается от остальных. Окей, поехали смотреть. Ну вот это, это главная дверь шкафа. Дальше. Это сейф с ключом. Ну вот хорошо, ладно. Вот это что-то похоже на сейф, но только с кнопками. Допустим. Ага, вот тут вот можно так вот их перекидывать, эти символы. Ох, обожаю символы, друзья. Ну вот тут, кстати, вот эти символы кое-где нарисованы. Так, на что это похоже? Похоже на какую-то чашку с водой, в которой воткнута палка с двумя крестами. Это правый символ, очевидно. Давайте, кстати, сразу его выставим. Найдем, есть ли он тут такой. Да, есть вот этот. Ну и давайте поищем, может быть, еще где-нибудь нарисованы подобные синглы. Вот, например. В левом верхнем углу вот такая штука, не знаю, круглая. Ну как бы круглая. Давайте ее тоже сразу выставим. Чик-чик-чик. Вот, вот эта штука. Что еще у нас? Сверху там больше нигде ничего полезного не нарисовано. Угу, увы, увы не нарисовано. Так. Сейчас давайте внимательнее будем осматриваться, потому что мне кажется, что я наверняка что-нибудь где-нибудь упускаю. Вы знаете, вот отгадывание таких загадок требует на самом деле действительно сосредоточенности и внимательности. И спокойствия, самое главное. Потому что когда ты с первого раза с кондачка так не находишь ответ, ты начинаешь нервничать, крутиться, искать, где же эта хрень. И еще больше запутываешься на самом деле. Так. Сейчас, не, сейчас найдем, найдем, найдем. Так, вот это что такое, кстати? Опа! Смотрите, я фитиль нашел, ребят. Вот это я крут. Слушайте, кайф какой, а. Даже без подсказки справился. Крутота-то какая неимоверная. Неимоверная. А вот-вот символы нарисованы, вот. Здесь крест вот на такой змейке. Это в правом углу верхнем. Сейчас найдем, вот, вот такой символ. И осталось нам нижний левый угол охватить. А вот где-то вот он, где-то и подсказка по нему вот так же прячется, как вот эта. Сейчас давайте будем аккуратны и внимательны, друзья. Вот так вот медленно, аккуратненько смотрим, изучаем шкатулочку. Мелочей не упускаем. Вот здесь вот нигде никакой подсказки не выгравировано на этом механизме. Такое ощущение, что нет, но это странно. А в письме нет? Нет, в письме нет. А вот в этой вот штуке, где мы нашли... Чем мы там нашли? То ли шестерню какую-то, то ли еще что-то тут нигде. Нет подсказки, да? А вот... Есть подсказка, все правильно. Я так и думал, что она где-то здесь. Так, вот такой какой-то паучок. Не знаю, как его еще охарактеризовать. Пробуем. Паучок, паучок. Видимо, не такой какой-то. Сейчас, погодите. О, вот такой. Шик. Ключище. Тяжелый чугунный ключ. Вот это я понимаю. Усилия были не напрасно. Ну, кстати, вот эта панель не сдвинулась. Но мне кажется, что она наверняка тоже сдвигается. Ну, а чуть позже все. Мне кажется, нам пора вернуться к этому механизму снова. Во-первых, применить фитиль. Поджечь его. Да. Куда-то вот это все задвинуть. Тут у нас вот что-то загорелось такое. Непонятное. Ну, наверное, нам надо попробовать посмотреть. В телескоп. У меня есть чувство, что там больше, чем я видел. А окуляр ничего не проявит? Давайте попробуем нацепить окуляр и посмотреть. Не вопрос. Триал. И что это значит? Я купил игру. У меня полная игра. У меня не демо-версия, ребят. Какой триал? Что-то какая-то непонятная история. Ой, опять эти круги. Вот так вот, нет? Нет, не так. Сейчас. Вот как-то так, наверное. Да? Так, и чего? Ничего не происходит. Нет, мне кажется, что если я правильно выставлю вот эти вот круги, то откроется вот эта дверца, которую я безуспешно пытался вскрыть до этого. Но, видимо, я что-то где-то не попал. Хотя вроде все эти символы сейчас симметрично стоят. Вроде как логично, чтобы они были именно так нарисованы. Нет? Странно. Ну, нужно совместить узор на дисках. Да, дружище, я это делаю. Спасибо тебе за очевидную подсказку. Странно. Может, вот этот узор как-то по-другому совмещается? Нет, вроде логично, чтобы было все вот так именно. Видите, вот эти вот внешний кружочек чуть-чуть не совпадает. Так что, может быть, тут правда что-то не так. Со всей этой историей. Не знаю, если предположить, что вот так вот, например, рисунок должен быть. Не, ну это странно. А вот так вот он, по-моему, был изначально. Вот если я вот так вот все это установлю. Но это тоже не подходит, мне кажется. Да. Подходит, конечно. Не, ну вот. Таким вот образом-то все должно быть. Вот. Потом вот так. Потом вот так. Нет, что-то... Не совпадает все чего-то. Во, вот так-то совпадает же. Не? Сейчас прям вот идеально вот эти вот... Ну вот ладно, вот здесь не идеально. Вот, наконец-то. Там не совсем просто симметричный рисунок. Буква Л мне в награду дана. Медная табличка с буквой Л. Ну, ее останется только на памятник. Повесить на памятник игроку, который вскроет все шкатулки в этой игре. Так, ну и че? Че, вот с этой темой покончено? Буква Л. Буква Л. Может, она сюда вставляется? Триал. Ну, конечно. Триал. Ага. Ну, это даже слишком очевидно для этой игры. Один. Только один из замков открыт. И еще два осталось. Но ничего, мы продвигаемся. Так, нам в нос уткнули еще один какой-то здоровенный металлический ящик. Вот, кстати, к вопросу о том, что... Эта шкатулка не пострадает при пожаре. Все-таки внутри, вон, видите, ящики металлические. А, ключ, 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 ключ. Отсюда ключ-то? Не? Ничего тут нельзя открыть? Сейчас, погодите, ребят. Вон, записочка сверху. Ну-ка. Восьмое мая. Маккалистер вернулся с оттисками из Египта. Уэф складывается. Тибетцы зовут нулевой элемент космосом. В индуизме это эфир. А у лавиолонцев это просто высь. Другое измерение. Царство Иштар. Еще большую важность несет в себе повторяющийся шестигранный символ. Ну, вот он тут изображен. Один и тот же символ, повторяемый в культурах, разделенный множеством веков и масштабами земного шара. Кто теперь посмеет упрекнуть меня, что я охвачен пустыми домыслами, когда в моих руках окажется первый извлеченный образец? Тогда они меня признают. Ну, а пока что скептиков стало еще на одного больше. Маккалистер отказался помогать мне. Так, ну, очередной поиск некого священного Грааля. Крышка той коробки похожа на выдвижную крышку моего письменного стола. Спасибо, вот это годный совет. Попробую что-нибудь сдвинуть. Ой. Ой. Какие тут штукенцы. Так. Еще подождите. Ой, и это еще крутится. Тут все крутится, ребят. Как же жить-то дальше, когда все крутится и вертится? Сейчас. Так, да. И что? И что я должен сделать? Выстроить этот шестигранник? Или про что там в письме говорится? Что-то просто не понимаю логику даже взаимодействия с этими крутилками замечательными. Вот это ничего себе загадочка. Да, тут прям каждый раз будешь сидеть и думать, что же разработчики предложат в следующий раз. Что вам придется крутить в следующий раз? Что за интригующие сферы наверху коробки? Действительно, вот меня тот же самый вопрос интересует. Что это за сферы такие, которые непонятно как крутить, что с ними делать? Нажимать на них можно как-то? Нет. Не нажимаются. Так, ну загораются. Смотрите, я вот покрутил, покрутил, и вот две засветились каким-то светом. Это синим, это каким-то желтым, видимо. Может быть мне вот надо докрутить. А та вот красным горит. Докрутить до того состояния, когда загорятся все сферы, не? Оп. Смотрите-ка, ничего себе. Я даже смог понять логику происходящего. Так, вот он рисунок из письма. На планшете с подсветкой. Ничего себе. Ничего себе. В сейфах 19 века была светодиодная подсветка. Ну, по крайней мере, конструкция такая как раз. Из 19 века. Вот с такими узорчиками, всякими замочками, деталюшечками, всякими скрытыми отсеками. Именно из того времени. Чем мне надо делать дальше? Мне хочется уже куда-то ключ применить. Так, у отверстия правильная форма, но оно недостаточно большое. Как так? Полка странная бы. Спасибо, дружись. Я уж на нее обратил внимание, на то, что она странно блестит, и на то, что на ней вот этот символ есть. Но я как-то, по-моему, ничего не могу с этим здесь поделать. Ничего с этим не сделаешь. Блестит, и все. Магия. Магия обыкновенная. Вот за счет чего эта полка блестит. Просто не понимаю, что вот мне с этим символом делать. Может мне... Может мне надо эту полку задвинуть, или... Что, или выдвинуть, снять ее вообще наоборот. Вот, ничего нельзя с ней сделать. Вот в этом масштабе с ней ничего не сделаешь. Нет, ничего с ней не проделаешь. Хоть ты тресни. Окуляр опять, конечно. Я забыл про окуляр, ребят. Окуляры надо одевать, да. Так, тут какая-то это... Тригонометрическая задачка на совмещение плоскостей. Так, ну... Допустим, вот так, и чё? Ну вот, я совмещаю. И чё? Чё это мне дает-то? Непонятно абсолютно. Я могу разобрать рисунок только если я смотрю под правильным углом. Окей. А, во. Вот так. Я просто честно скажу, я вообще не понял, к чему этот рисунок. Так. Во. О, отлично. Наконец-то ключ подошёл. Ага. И тут высвободился вот этот ящик со следующим ключом. Ну, конечно. По-другому быть и не могло, собственно говоря. Наверное, вот от этой замочной скважины он. Так. Раскрашенная медная звезда. Нет, такого ключа у меня пока ещё нет в коллекции. Но благодаря тому, что я чуть-чуть внимательно осматривал шкатулку до этого, я знаю, что вот здесь было странное углубление для звезды. Вот. Поэтому я догадываюсь, что мне нужно вот сюда вот проникнуть. Так, тут какие-то статуэтки. Медное кольцо. Медное кольцо. Статуэтки и записочка вот здесь вот. 21 июня. Запомни эту дату. Она самая значительная в истории человечества. Я сделал это. Нужен был испытуемый. Человек. Чего? Катализатором была моя сущность. Такой непонятный шрифт местами. Изнурённый исследованиями я вошёл в камеру, не отключая механизма. Когда я пришёл в себя, всё свершилось. Нулевой элемент более чем любопытен. Не являясь ни энергией, ни материи в одно и то же время. Я уже достиг огромных успехов в его изучении. Особенно в том, как он преломляет свет. Сегодня я даже открою вино. Ммм, чувак празднует. Медное кольцо, которое я взял, похоже на диск сейфа. Так, больше тут ничего нельзя взять отсюда пока, на. Можно что-то покрутить. Оп, что-то где-то заскрипело. Так, ладно, пока не знаю где и что. Давайте пока разберёмся с кольцом. Вот оно сюда одевается. И крутится каким-то образом. Непонятно. Оп. Так, значит, первое у меня вскрывается вот это и вот это. Так, если я буду крутить сюда, то остальные сбрасываются. Соответственно, сбрасываются опять всё, я понял. Так, вот. Так, вот здесь метод тыка работает, как раз мой любимый. Ну и наверняка в обратную сторону. Да. Так, сейчас от часу не легче. Какой-то барабан с цифрами вылез. Какую-то цифру надо выставить. И там, и там. То есть, две цифры мне нужны. Посмотрим в окуляр. Два-три. Вот я вижу там, прям вот, не отходя от кассы. Может быть, мне это поможет. Два. Правда, ползунок как-то так не точно ездит. Наверное, на один всё-таки, да? Два-три, нет? Не работает? Не рубит. Слушайте, не рубит. А вот здесь чё? Пять. Чё и три? Какая-то непонятная вот эта цифра. Или два, что ли? Может, пять и два надо выставить. Что это появилось сбоку у цилиндра? Так, да ещё раз. Два-три вот здесь было, а там пять-два. Что-то такое. Два-три. Слушайте, я не понял логику. Я просто что-то подвигал ползунки, и оно само уехало, и выехал новый ключ. Ну, и да ладно. Ключ получили мы. А уж как? Это не сам главный вопрос. Главное, что он у нас есть. Ну, очевидно, это вот отсюда ключик. А, наверняка он опять крутящийся. Ну, конечно, теперь с двумя секциями. Я говорю, вот в лучших традициях нового чёрного зеркала. Может быть, они, кстати, из этой игры подсмотрели эту идею с ключом. Так, какой тут рисунок-то такой вот сложненький, да? А, вот мне очень мило рисует вот здесь вот вид замучения. Скважина, чтобы мне было немножечко попроще. Ну, вот, кстати, вот как-то так вот похоже. По нижней части, по нижней секции. А здесь поверхник, это не очень очевидно. Может быть, вот так. Смотрите, получилось. Ой, сколько же там шестерёнок-то внутри. С ума бы не сойти-то, а? Как это всё вообще работает? С таким количеством деталей. Круглая пластина с изображением звезды. Ну что, вот эту коробку-то мы вроде со всех сторон уже пооткрывали. Где только можно было. С изображением звезды, говорите, да? Давайте идём наверх. Видимо, теперь что-то связанное вот с этой крутилкой. А может быть... А, погодите-ка, сейчас... Сейчас, 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 у меня появилась идея, друзья, что, может быть, вот сюда вставляется эта штуковина. Точно. Смотрите, я потихонечку начинаю выезжать вообще в логику этой игры. Второй замок открыт. Ещё один. И всё. Тут ещё какая-то более сложная штука выехала. Ух. Ух, друзья, ух. Так, давайте смотреть, изучать её будем. Так, давайте в окуляр посмотрим. Так, надо покрутить, я понял. А, не крутится, кстати. Так, трудно сказать, что именно, но чего-то здесь не хватает. Ага, эта же хрень ещё и не запускается, зараза. Без какой-то деталюшки мелкой. Так, так, может, вот эта вот крутилка нам для чего-то нужна всё-таки? Так. Не, непонятно абсолютно. Сбоку у коробки не хватает шестерёнок, но те, что есть, должны всё ещё работать. Так. Так, сбоку у коробки. Так, вот здесь. Ой-ё-ёй. А, вытянула сейчас вот до верху движение. Тут что-то выехало, поехало. Ух. Так. Тут какая-то штука с символами. Чё бы всё это значило ещё? Так, эти символы, они никак не выдвигаются, почему-то не передвигаются. А, может быть, как раз вот эта вот крутилка это меняется? А, ой, тут ещё какая-то штука. Слушай, нет, я об этом даже думать не хочу. Сейчас, погодите, дайте крутанём. Посмотрим, изменится что-нибудь здесь. Так, я, правда, не запомнил, в каком положении они были до этого. Влево, вправо, вниз, вправо. Угу. Да ё-моё, сейчас. Слишком много я начал кликать мышкой. От желания поскорее. Пройти всю эту историю. Не, по-моему, ничего не поменялось. Закрытый ящик заблокирован при помощи пластин с рисунком, расположенным в каждом из углов. Это я уже понял. Я пока не понимаю, как его разлочить. Непонятно. Ждём подсказку друзьям. А, погодите, тут две таких крутилки. Ой. Ужас-то какой. Погодите, может быть, они всё-таки влияют? Не, не влияют. Я видел соответствующие пластины по всему корпусу. А, слушайте, опять моя внимательность. Вот она меня подводит-то, а. Оп. Вот так вот. Глаз. А что такое глаз? Не, не двигается. Это значит, к этому отношения не имеет. Так, а... Пуп-пуп-пуп-пуп. Вот какая-то. А, так. Угу. Я понял. Вот так. Да? Да, ес. А, вот-вот-вот. Для чего вот эти вот крутилки-то нужны наверху? Нет, всё-таки они для этого. Я просто думал сначала, что они должны крутить все, и они крутят только отдельные штуки. Всё понятно. Только отдельные круги они крутят. Вот. Последний символ остался. Так. А где же он? А где же он? А где же он? Да, что-то как-то... Не видать. Последний символ-то. Последний герой. Нам нужен последний герой. Я понял, да-да-да, что надо найти. Вот этот вот треугольник где-то. Может, мне окуляр поможет? Я уж сам ничего не вижу. Вот, ребята, напишите мне, вот вы уже смогли найти последнюю пластину за всё то время, что я несколько бездумно кручу шкатулку эту туда-сюда. Последний замок нас отделяет от открытия этой коробки. Я подумал, что, может быть, вот здесь вот крутил какая-нибудь... Сверху ножки вот этой вот было бы любопытно. Так, ну где-то заныкан этот круг. Давайте аккуратнее. Внимательнее. Здесь нету, да? Так, там внутри ничего не заныкано. Нет, вроде. Это не круг, нет, не круг. А здесь ничего нет. Здесь ничего не надо покрутить. Нет, вроде нет. Это покрутили. Глаз не двигается, значит, он к этому отношения пока не имеет. Это замок. Это тоже замок. Так, чё-то как-то прям... Чё-то прям как-то не смешно. Хм. Странно. Очень-очень странно это всё, что здесь происходит. Что же... Должен скрывать в себе такой сейф. Замудрённый. Ох. Там вот внутренне не спрятана крутилка. Так, или я слепой. К ночи ближе уже. Или я чего-то... Просто не понимаю. Так, тут это винты просто. Хм. Так, глаз точно не двигается. Глаз. Не, ну, ребята, чё-то какое-то издевательство прямо вот началось. Уже нет. Вот сейчас чё-то мне не нравится прям совсем то, что происходит. Потому что я просто не вижу, чё мне нужно покрутить элементарно. Ну, как бы... Чё? Где? Когда? Может, она сама здесь крутится? Нет? Увы. Ручка не крутится вот этой стороны в сторону. Крути этот символ, нет? Нет. Вход просто уже идут, видите? Какие-то сумасшедшие бредовые идеи всякие. Хм-хм-хм. Хм-хм-хм. Понятно. Нет, правда, непонятно, ребят. Где же чё может быть-то вообще? Прямо чё-то такого тупника я от себя даже не ожидал, честно скажу. Хм-хм. Хм-хм-хм-хм. Хм-хм-хм. Да. Однако. Вот это вот задачка. Так, давайте окуляр Возьмем еще раз Мне кажется, что где-то Что-то сныкано Все-таки Так или иначе Не пойму только где На этой штуке Выдвижная Точно? Точно больше нет символов никаких, а? Здесь винты эти не откручиваются Никакие, нет? Так Ясно Я понял Да, да Спасибо, разработчики Вот это вот прям Вот очень вам Вот большое спасибо Вот за такое Вот прям Вот я не знаю Вот это вот не смешно Правда, ребят Вот это вот Вот это вот Вы видите, да? Сколько времени я промучился Вот это вот не смешно Прям вот не прикольно Нашел я Тут многострадальный символ Теперь мы можем Открыть этот ящик Злополучный Выдвигаем Какой-то пасек Получаем И шестеренку Сейчас пойдем Налаживать Бумбокс Так Шестеренка Ну как Где она На каком месте Должна быть А вот на этом Видимо Пасек этот Куда пихать? Куда? Куда скажите мне уже? Так Небольшая отвертка А Вот, наверное Пасек Вот за той крышкой С Винтами Вот с этой стороны Я так думаю Откручиваем И повторяем Вот операцию Четыре раза По закону Подлости Когда Откручиваешь Винты На каком-нибудь старом устройстве Вот когда я в четыре Например То последний винт Всегда откручивается плохо Или не откручивается вовсе И ты срываешь на нем Резьбу И все Хана Конец Аккуратной разборки Нет Здесь просто кнопка какая-то Так Зачем мне эта кнопка Что мне с этим делать Подождите А Во Необычный Разворачивающийся ключ Так Сколько же этих тут Необычных ключей То уже А Наверное Вот Отсюда Да Так Тут какой-то Простой Такой Замочек Самый Так Давайте соберем Пока все части Его Воедино А То есть Не отсюда Хотите сказать Даже А откуда же Спереди Я Чуть На устройстве На этом Пока Не вижу Куда Этот ключ Пихать Так Не Не Ну Здесь Уже Все Отсюда Мы взяли Все Что Могли Здесь Тоже Вроде Некуда Этот ключ Пихать У нас Единственная Замочная Скважина Вот здесь Но почему-то Сейчас Смотрим Похоже на ключ Но до этого Момента Я не видел Ничего С подобной Формой О Вот она Истина Мне Не дает Покоя Вот эта Дверца Еще Не люблю Закрытые Двери Ребята Я люблю Когда Все Двери Открыты Ну Странно Что у меня Пасек Остался По прежнему В инвентаре И отвертка По прежнему В инвентаре Осталась Вот что Удивительно Может быть Нам Все таки Тут Надо Что-то Намутить Еще Не 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 похоже Тут просто Нет Вроде Никак Никакого Места Для пасека А здесь Пасек Нигде Не должен Быть Не знаю Мало Непонятно Непонятно Нет Мне кажется Что все таки Что все таки Все дело Вот в этом Но мне кажется Что мне просто Не хватает Еще каких-то Шестеренок Здесь Вот в чем Дело Их просто У меня еще Нет Они наверняка Вот за Этой дверцей Которую я не Не понимаю Как вскрыть Странный механизм Странный механизм Ребят Да Непонятно Как-то Понятно Ничего Абсолютно Так Что нам Подсказывают У ключа Поворачиваются Котцевики Которые меняют Это я понял Про Смену формы Но мне же Никак не помогает Смена формы В открытии Замков Вот в чем Дело Вон Видите Он же Не хочет Сюда Применяться Вообще Ни в каком Виде А это значит Он не отсюда Вообще В принципе В принципе О Слушайте О Я прозрел Я увидел Истину Друзья Наконец-то Вот оно А причем Вот прям Даже вот так По-моему А нет Не так Сейчас Погодите А Ну наоборот Хорошо Да наоборот Нет Подождите Не наоборот Не вот так Вот да Все Ес Ура Я справился Шестеренка Среднего размера Так Еще одна шестеренка Сколько же их тут Сколько же тут Этих Проклятых Шестеренок Куда ее Сюда А Че забрать Снова Я могу Это Че забрать То Непонятно Что забрать Ребят Простите Я уже Начинаю Подтупливать Чуть Чуть Я должен Вернуться К системе Шестеренок Хорошо Я уже Вернулся К ней Я уже Все Даже Установил Мне вот Сюда Нужно Шестеренку Откуда Добыть Мне Очень Хочется Переставить Просто Например Вот эту И чтобы Это Заработало Но Похоже Что Не все Так Просто Как мне Хотелось Бы А вот Эта Шестеренка Я Нет Тоже Не могу Переставлять Друзья Никакие Шестеренки Не снимаются А Нет Только Вот Это Вот Снимает Сейчас Погодите А Может Быть Вот Так Вот Ну 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 Нет Другую Сторон Вот Так Вот Оп Третья Часть Механизма Заработала Мы получили Еще Одну Шестеренку Ух Смотрите Как мы Продвигаемся Просто Семимильными Шагами Вот И вот Сюда Пасек Между ними Смотрите Опа Сверху И Третью Часть Механизма Активируем И Тут Что-то Закрутилось Завертелось Такое Непонятное Чем Мне с этим Делать Совсем Опа Длинная Узкая Стальная Трубка Наверное Она Сюда Куда-нибудь Вставляется Нет 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 А Погодите Еще Не Не И вот В это Углубление Она Не Надавливает Нет Эх А так Было бы Хорошо Так Было бы Здорово Если бы Все это Вот так Вот Просто Решилось Так Она Непростая Она Потайная Какой-то Маленький Ключ И Записочка Кстати Еще Одна Не Записочка Старая Фотография Какого-то Здания Не Сюда Приближаемся Вот сюда Да Применяем Ключик И Крутим Опять Этот Мой Любимый В кавычках Сингл Че мы Крутим Вообще Понятно Никто не знает Че мы Крутим Да Неизвестно Науке Это Возможно Что-то Связанное С этим Отвертка Ну просто Отвертка Ничего Такого Что нам Подсказывают Обнаруженные Детали Могут Двигаться Но я Не понимаю Что с ними Делать Так Ребят Мне Кажется Что Надо Смотреть Фотографию Во-первых Ничего Тут нет Интересного Какие цифры Реф 605 Пока Непонятно Что это Знать Ревизия 605 Мне кажется Окуляр Нам Вообще Поможет Окуляр Решает Да Тут Чуть Посложнее Чуть Чуть Будет Доложу Я вам Там Еще Снизу Кусок Рисунка Этого Пресловутого Сложно Это Совмещать Доложу Я вам А Вот так Вот Вот так Куда Так Оп Да Оно Йес Мы получили Городу Щит А меч Можно Маленький Серебряный Щит Я видел Где-то Маленькие Фигурки Сверху Попробуем Выдать Ему Щит Нет Не Этой Фигурки Значит А вот Этой Наверное Фигурки Без Щита Которая Без Всего Общего Овальный Драгоценный Камень Окей Ну что Видимо Камень Вот В эту Выемку Должен Встать Верно Смотрите Мы Нашли Наш Аркинстон Торин Бо Нами Гордился О И Теперь Вот эта Штука Начала Крутиться Чем Мы тут Должны Выставить Цифры Так 6 05 6 часов 5 минут А как Я могу Здесь Выставить Ну вот 5 минут Вот так А 6 часов Как я Должен Выставлять Что-то Какая-то Странная Штука Больше Ничего Не крутится Нигде Не Ну вот Вроде 5 минут Не Драгоценный Камень Светится Но я Не вижу Чтобы Что-то Изменилось Ну конечно Потому что Сейчас Погодите Нет 6 05 Точно Все Может быть Я не попадаю Просто В нужное Дерение Дерение да не просто ничего не происходит хотя казалось бы уже пора бы может быть у меня где-то что-то не работает еще может быть я что-то с отверткой не сделал например она же ведь наверняка у меня не просто так осталось в инвентаре ажи да ну вот например вот сюда вот мы ее никуда не можем применить не на этот маятник с дыркой какой-то странный возможно мне нужно снова посмотреть в окуляр спасибо за подсказку а слушайте смотрите-ка а вот как стрелки эти появляются все пони то есть не все так очевидно и просто был так 6 часов выставляем для начала да я забываю про всемогущий окуляр каждый раз так 605 ура я смогу друзья это чудо но как и у кащея бессмертного внутри сундука еще один сундук на там в нем уткам заяц яйцо иголка и все остальное это еще не конец до священного граиля нам еще предстоит добраться я думаю что это будет уже в следующий раз слишком долго я сегодня что-то играл аж полтора часа наиграл ребят неплохое видео получилось согласитесь я думаю что лайка заслуживают мои старания так же как и подписки на канал и нажатие на колокольчик чтобы не пропустить новые видео и не пропустить конкурс на моем канале пишите комментарии друзья если хотите не забудьте также про группу вконтакте там все новости оперативно быстро появляются и спасибо вам большое за внимание за просмотр пока